35,3. Глава допущен на участок. Маска, перчатки – обязательный ритуал нынешнего голосования Александр Бричалов проходит, как и все избиратели. Очки главы от маски запотевают, но он не нарушает требования Роспотребнадзора. Делает выбор и не скрывает какой. Глава объясняет, для него социальный блок поправок самый актуальный. У нас 207 тысяч семей с детьми и более 23 тысяч многодетных семей. И еще раз повторюсь, то, что отражено в поправках, уже в действии. Впервые власть зафиксировала обязанность индексации пенсии и определила минимальный размер оплаты труда. Это высокая ответственность и это очень по-честному. По вашему заявлению пришли, вы желаете проголосовать? Да, обязательно надо. Знаменитая лыжница Галина Алексеевна Кулакова сегодня тоже проголосовала. Пригласила комиссию домой. Пара минут и выбор сделан. Ну, хотелось бы, конечно, вот, чтобы старики у нас хорошо жили, не бедствовали. Пенсию, чтобы немножко добавляли. А Галина Егоровна Климовских галочку в бюллетене ставила в своем дворе. 27 лет назад она тоже голосовала за Конституцию. Тогда добежать до участка могла легко. Сейчас благодарна организаторам за эту палатку. Я сердечница, задыхаюсь. Далеко ходить, конечно. Но тут рядом. Хорошо. Только в Первомайском районе Ижевска таких придворовых участков будет 60. Они работают по графику. Места выбирали вместе со старшими по домам и с учетом проходимости. Они по всему району. Каждый день работают по 10 участков. Согласно графику, то есть это согласованы как бы и жителями. Эта информация размещается за два дня и на подъездах, чтобы информационно это поддержать. Ну, вот я в среднем доме живу, 125. Просто, я же говорю, подъехал и думаю, зачем потом мне куда-то ходить. Рядышко все удобно. Тем более официально все. Такие палатки – еще один способ избежать скопления людей. Процедура голосования такая же, как на привычных участках. И точно так же с соблюдением санитарных правил. У нас достаточное количество средств индивидуальной защиты закуплено. Хватит всем. За первый день общероссийского голосования только в Первомайском районе Ижевска выбор сделали более 3000 человек, в том числе на дому. В Центрозбиркоме отмечают, чтобы провести голосование у себя, не нужно никаких справок от врачей и прочих доказательств, почему вы не можете прийти на участок. Достаточно звонка в участковую избирательную комиссию. По обращению граждан, неважно, в письменном виде, в устной форме, если обращение поступает с просьбой проголосовать на дому, то такие заявки также будут отрабатываться членами участковой комиссии. В ЦИК пока не поступило ни одной жалобы. Голосование продолжается. Марина Бали, Василий Хагряков, Илья Дениндяев, Александр Шарабоков. Новости.